Всем привет, сталкеры! С вами я, сталкер-паннельщик. И как вы видите, нахожусь я на Тунгуске, в поселке Радиус. Продолжаем выживать на Тунгуске. Да, сложновато тут, конечно. Ну, в принципе, на Тунгуске всегда было сложно, тут всегда цены дорогие. Я просто пока еще не адаптировался к этому. Патроны, да, тут ужасно дорогие. Ну, тут, в общем, все дорогое, все прекрасно знают об этом. Но все-таки можно тут выжить, можно, конечно. Так, итак, я вчера в предыдущую ходку походил, пособирал артефакты. Ну да, народу было много, не так уж я много и нашел. Сегодня я не планирую по артефактам бегать, сегодня я планирую поохотиться на студней. У меня есть такой квест с Клисской ситуацией. Нужно убить 20 студней. Я вчера после ходки пострелял, немножко попрактиковался. Студни убивать не так уж сложно, теперь они какие-то вялые. Ну, в общем, давайте все по порядку. Пойдем постреляем в студни. Единственное, что патронов много расходуется. Ну да, я все-таки с Калаша стреляю. С дробовика, наверное, особо к ним близко не подберешься. Пойдемте. Постреляем в студни. Да, давайте еще скажем спасибо двум сталкерам. Я вчера после ходки встретил сталкера, я не помню его ник, извини. Но я помню, что он мне подогнал большой контейнер, заправленный, и 100 золотых рублей. Ты, наверное, меня вспомнишь. Мы с тобой еще бегали, собирали резину. Правда, ничего не нашли. Но побегали какое-то время. Как раз я изучил повадки студней. Как они себя ведут. Какие-то они стали медлительные. То есть от них можно убежать свободно. Ну да, конечно, они плюются теперь. Но плюются как-то криво. Можно все это их обижать. То есть я свободно вчера бегал по всем болотам. Искал резину. Правда, да, ничего не нашел. Ну, не судьба. Но зато изучил их повадки. Они медленные. То есть от них можно убежать, как нефиг делать. Они тебя потом не преследуют. Убивать их лучше на расстоянии. Еще хочу сказать спасибо. Так, сейчас, минутку. Найду я этого сталкера. Дроныч. Он мне подогнал энергетик. И я до этого энергетик никогда не пробовал. Давайте попробуем, что он дает. Так, использовал я энергетик. Давайте посмотрим. Информация. Расход выносливости в два раза ниже. Так, 10 минут. И моментально восстанавливает некоторое количество выносливости. Ну, неплохо. Я пока еще его не крафчу. Я хочу скоро тоже этим заняться. Но нужно рецепты прикупить у врачей, у ученых. И начать изучать. Ну, вот я себе вколол дозу. Посмотрим, что-то как. О, Беляк. Здорово. Давно я тебя не видел. Хотя нет. Видел же тут недавно же. Тоже на Тунгуске. Итак, ладно. Всем сказал спасибо. И идем охотиться на студни. Издалека я вчера их неплохо пострелял. Но, если честно, я потратил все патроны. Да, я не привык столько патронов тратить на мутантов. Конечно, тут пожестче. Но зато... Сталкеров сейчас, которые охотятся на студни, очень мало. Раньше на них качались. Сейчас это стало проблематично. Потому что они действительно, если в тебя попадут, убивают только так. А вот издалека... Да, патроны, конечно, тратятся. Но по квесту мне нужно убить еще 10 студней. Вот отсюда я вчера и стрелял. Неплохо. Можно даже с ними на перегонки побегать. Главное, чтобы они в тебя не попали. Они медлительные стали. Какие-то вялые. Ну да, зато теперь они плюются. То есть раньше они как-то и пошустрее бегали. И если ты их уж сагрил, они за тобой будут бегать, бегать, пока не устанут. А сейчас они через некоторое время отстают от тебя. То есть можно свободно от них убежать. И очень мало, кстати, сталкеров, которые вот именно сейчас качаются. Ну, потому что это, наверное, невыгодно по патрону. Вот, смотрите, плюется. Ну, можно убежать. Вот только собаки. Это плохо. Ну, вот он плюется, бегает. То есть, в принципе, от него можно свалить. Главное на одном месте не стоять и из стороны в сторону бегать. Так, ладно, мне еще нужно уничтожить 11. 11 студней. Я прикупил себе патронов 2000. Потратил 200 тысяч. Ну да, патроны тут по 99 рублей за патрон. Дорогие, конечно. О, кто-то что-то потерял. А, тут сталкера же убили. Наверное, он потерял. Ну, давайте некоторое время поставим, подождем. Если никто не заберет, то я заберу. Студни тут полно. Они сидят в речках. Вернее, в речках, в этих озерах. Что-то пока никого нет. Заберем. Особо никуда не шарится. То есть... Опа-опа-опа. В зеленке как бы самому не сдохнуть. Ну да, меня вчера сталкер, с которым я бегал, собирал резину, кольнул еще антирадом Вовом. Ну, он до сих пор у меня действует. Я себе прикупил еще три штуки на всякий случай. Потому что, да, здесь без антирадо Вова бегать вообще без понтова. Очень много тратится, конечно, антирадо. Потому что приходится бегать по зеленкам, их не всегда увидишь сразу. Даже если камни будешь кидать. Ну, конечно, нужно смотреть, чтобы постоянно радиация тяни била и постоянно его принимать. Без Вовы здесь никуда. А вот если Вов вколоть себе, то, в принципе, неплохо. Да, раньше было проще, конечно, их можно было с дробовика стрелять. Патрон сильно не расходовался. Сейчас лучше, конечно, издалека их валить. Ну что, здесь мы зачистили. Пойдем дальше. Да, повторюсь, очень мало сталкеров сейчас стреляет. Вот я вчера особо не заметил. Ну, так постреливают, но не так, как раньше. Раньше было намного больше. Так, ладно, я хотел пройти дальше, но тут появился. Еще один. Они сидят внутри воды в основном. Вот я вчера бегал, смотрю, нету студней. А потом смотрю, они внутри воды сидят. Ну, прям под водой. В одном озере трое, в другом озере трое. То есть, они вот там тусуют. И если близко не подходить к берегу, они даже на тебя не агрятся. Сидят спокойно там и сидят. То есть, сейчас, чтобы бегать, к примеру, тут по болотам, собирать резину, даже вообще не нужно отстреливать их. Просто их оббегать и убегать от них, и все, больше ничего не нужно. Так, ладно, давайте, сталкер пусть стреляет. Я пойду дальше. Так, пробежимся. Может быть, резину найдем. Я, если честно, резину тут пока еще не нашел. Ну, я особо и не бегал-то. Всего лишь одну ходочку сделал. Места респа резины, я, конечно, знаю. Где зеленка, там резина. Главное, попасть в то время, когда они начинают респаться. Ну и все. И собирать. Так, ну что, пойдем немножко дальше прогуляемся. Там можно, в принципе, и пострелять. Слизни. Вот стреляет один, два, три сталкера. Не больше. Раньше толпы стояли, тут стреляли. Даже дрались из-за этих студней. А сейчас пофигу. Так, а что у меня ставит оптический? Так, мне надо поставить обычный. Посмотрим, может быть, и найдем резинку. Не найдем, так в студне постреляем. Мне еще нужно восемь, кажется, убить или семь. Да, раньше был шанс найти тут экран, то есть, можно сказать, игра не стоила свечи. Сейчас, конечно, здесь можно найти резину альфа. Она тоже недорогая, но зато резина все-таки. А можно и какую-нибудь и покруче найти. По крайней мере, бегаешь по этим зеленкам и знаешь, что тут по-любому будет резина. Никакого другого артефакта не будет. Так, ну вот, бегаем понемножку. Так, тут у нас эти разрядники. Давайте пойдем пробежимся. Ну, я смотрю, они активны все. Ну, сталкеров, как вы видите, много бегают. Ладно, пробежимся по разрядникам. Может быть, что, надыбаем из стабиков. Я, конечно, не собирался охотиться на артефакты, так сказать, собирать их, искать. Я хотел в студни пострелять, но почему бы нет, можно побегать. Как вы видите, сталкеры бегают, вон в пачке сталкер бегает. Надо себе, наверное, тоже как-нибудь прикупить какой-нибудь костюм и попробовать в нем побегать, пофармить. Опа, а кто-то в меня пульнул. Это, скорее всего, какой-нибудь студень, да? Нет, не вижу студни. Ну, фиг с ним. Ладно, бегаем дальше. Да, вот я вчера без Вова бегал, без антирада. Весь такой обычный антирад извел, а сейчас вот я колотый бегаю. Тратится, конечно, но не так сильно. То есть, получше, конечно. Ладно, пойдем дальше. Так, как пойдем? Да, можно с этой стороны пойти без разницы. Повторюсь, тут эти не такие же злые стали. Слизни бегаешь свободно. Можно вообще бегать и даже не стрелять в них. Потому что если начнешь стрелять, то сразу его не завалишь, а он тебя может завалить, как нифиг делать своим плюющимся. Чем он плюется? Я не знаю, слюной своей, наверное. Ну, будем так сказать, слизью своей. Так, ладно, куда пойдем? Ну, вот он там бегает, давайте пробежимся мимо него. Что он нам сделает? Побежит, конечно, да? Ну, от него убежать, как нифиг делать. Давайте попробуем от него убежать и посмотрим. Ну, смотрите, видите, все, он за мной уже больше не бежит, я ему нафиг не интересен. немножко отбежал, и все. И свободен. Гуляй, Вася. Асстором хочет добавить вас, друзья. Ладно, пусть добавят. Так, что, ведунов тут нету? Нету. У сталкера тут стоят, карауливают, наверное, тоже ведунов. Ладно, не будем им мешать, я же не за ведунами пришел. Давайте где-нибудь выберем место, постреляем сблизи в этого студня. Ну, только так, что он в меня не пострелял. Вот, видите, попал. Ну, сейчас я чувствую, сдохну. Хотя, попробуем от него убежать. Нам, конечно, его и убить надо. Вот, видите, он пыльется, но, если бегать, в принципе, можно от него увернуться. Главное, на одном месте не стоять. Вот, плюнул, но я немножко успел. Давайте, давайте, добьем мы его сейчас. Вот, опять меня попал. Опять попал. И опять попал. Ну, так слегка. Ну, вот, в общем, я пока вот так бегаю, он восстанавливается, зараза. Ха, опять попал, но у меня действует еще. Ах, смотрите, смотрите, кто там. Да, е-мое, забыл, что они здесь водятся. Но я все-таки слизь не убил. Кто меня тут загасил? Давайте посмотрим. панцирник. Панцирник или панцирный верлиок. Там два разных вида. Ну да, они здесь водятся около самолета. А я забыл совсем, где она. Ну, куда-то убежал уже. В воду, скорее всего. Они в воде сидят. Их не видно. Да, нужно быть внимательным, конечно. Я забыл про них. Потерял средства введения радиации и мог с фагном. Вот что такое. А, все подгрузилось. Так, мне там сталкер подписался. Давайте ему ответим. IceTorm пишет. Блин, давайте личку откроем. Клевое видео снимаешь, раз вспоминается первые полгода в зоне. Да, у меня как раз идут первые полгода. Так, давайте скинем, что я там насобирал. Ну, я ничего, правда, не насобирал. А что я там насобирал? Итак, нас немножко отвлекли, но в этом ничего страшного нет. Так, скинем все, что мне не нужно. Я вот все собираю. Что не нахожу, даже патроны не выкидываю, все собираю. Бинты мне не нужны, скинем. Так, 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 так. Ладно, пойдем дальше. Мне нужно выполнить квест все-таки дострелять. Этих нехороших слизней. Четыре штуки мне нужно убить. Давайте убьем их и уже я посмотрю, сколько мне за квест дадут. Интересно все-таки. Кто-то их разделает, но что там, патроны? Две-три штуки. Смысл в них. Так, ну где? Не вижу. А вон появился. Сагрили понемножку и давайте его убьем. под воду ушел, не видно нифига. Где-то там, а, вон он. Ну давайте подождем, когда он выйдет. Вон еще один появился. А, ну там его другой сталкер сагрил. Ладно, не будем ему мешать. Там их полно. Вон еще один вдалеке ходит. То есть, не так уж много тут народу их постреливает. Так, осталось три убить. Вон еще один, вон еще. давайте сталкер того стрелять, а я вот этого постреляю. Да, расход патронов, конечно, большой. А патроны здесь дорогие. Но я постараюсь больше не брать такие. Квесты где-то надо много стрелять. Все-таки у меня денег-то маловато, чтобы разбрасываться на патроны. Так, ну что, мне еще двоих надо. Где-то он там вдалеке ходит. Ну что, сагрится? Да, сагрился. С оптикой неплохо. Пусть пока сюда топает. По-любому сейчас еще появятся какие-нибудь здесь. Будем немножко в него стрелять, чтобы он не потерял направление. Ну что, ждем, стоим. Да, кстати, перекусить же надо и воды попить. А то что-то у меня полоски уже под ноль уходит. Питаюсь здесь сухими пайками, потому что, блин, собак что-то маловато здесь. Не, ну они, конечно, есть, нужно пойти еще на собак походиться, чтобы мясо себе нажарить. А то все как-то никак. Тут другие мутанты. Я привык, что на других локациях, там в основном кабаны частенько встречаются. И с мясом проблем нет. А здесь-то собак не так уж и много. Кабанок так вообще раз-два обчелся. Так, отлично. Квазимода тоже походу квест какой-то проходит, стреляет. Ладно, мне осталось еще одного студни убить. Студни слизня. А как они тут идут? Жидкий студень. Ладно. Ждем. Сейчас где-нибудь появится по-любому. Ну, красавцы, вы где? Давайте парочку. Мне и тому сталкеру, который рядом со мной стоит. А вот он появился где-то здесь. Вот он, вот он. Или мне показалось? А, не, показалось. Ладно, стоим, ждем. Сейчас по-любому должны появиться. Ну, а пока я стою, жду, может быть, пробежаться. Хотя, зачем пробежаться? Давайте, раз уж мы тут стоим, ждем, давайте разделаем пока студни, посмотрим, что там. Я, если честно, их не разделывал. Да там, наверное, ничего нету, пару патронов. Вон, кстати, студень появился один. Вон, второй. Сталкер будет в этого стрелять, а я сейчас, наверное, того дальнего согрю. Патроны. Так, ну давайте, а этот мой? Я прямо здесь стану и буду стоять. Уходить не буду. Все, отлично, я убил необходимое количество мутантов. Ну давайте, сходим, посмотрим. Блин, сколько я патронов потратил? Тысячу. Да, патроны вылетают тут в лед прям. Конечно, желательно тут бегать, особо их не тратить. Так, водичку поставим. И что мне тут? И чертовку. Так, ну что, а у кого этот квест брал, если честно, я не помню. Наверное, у штопора? Да, скорее всего. Давайте подойдем к штопору, посмотрим. Так, где он тут у нас, штопор? Так, набил студни сколько нужно. Спасибо. Ну давайте посмотрим, сколько я получил. Так, ну там по 30, по 10, у всяких разных фракций. О, неплохо, 90 штук получил. 7 тысяч боевого, 15 тысяч выживания и 8 поддержки. Да, 90 тысяч, то есть вот я потратил 100 тысяч. 99, если быть точнее, тысяч. Купил тысячу патронов, я их потратил, и сейчас мне эти 90 тысяч, можно сказать, вернулись. То есть, тоже на то же получается. Но правда, я убил 10 студней, а вчера я еще тоже 10 студней завалил в предыдущую ходку. Да, так что не совсем окупается, но все же 90 тысяч конечно неплохой. Такой бонус, хотя здесь цены-то поболее будет, чем на других локациях, поэтому тут 90 тысяч не так уж и большие деньги. Но все же, плюс опыт, опыт незаменимая. Вещь, конечно, давайте прикупим наверное парочку антирада. Сколько у меня? Да, парочку даже. Антирад тут уходит прям в легкую. А вот аптеки не особо так. Если прям не бегать от студней. Нормально. Так, ну что, давайте пробежимся еще раз. Давайте какой-нибудь квест еще один возьмем. Где тут штопор у нас сидит? Может быть, что еще даст? Смотрите, сколько народу все в основном бегают в Марсе. Ну, конечно, потому что тут пожарком фармить самое то. Так, насчет ведунов. А, нет, я еще не собрал по поводу монстров. Пока все. Насчет нашего уговора. Пока все. Да, я квест у нее в принципе все взял. Марьева. спирт. Спирт. Ладно. Квесты у меня есть все, но их так, насколько не выполнишь. Поэтому пойдемте просто походим еще раз. По зеленкам побегаем. Хотя можно не по зеленкам, можно сбегать вообще в сторону жарок, по жаркам побегать. Давайте в сторону жарок побегаем. Тут я уже как бы побегал, по болотам изучил, что да, нормально, можно ходить, главное антирада побольше. и попасть именно вот когда будут артефакт респаться. Давайте сбегаем вот поверху, посмотрим, что здесь, тут и боровы должны быть и к жаркам выйдем. Да, давайте так. Там я еще не был, вернее был, но давно я там не был. Сбегаем туда, посмотрим, что здесь, на той части именно карты. Просто бегаем, изучаем, потому что давно я здесь не был, за одну ходку все не изучишь. Бегаем, просто фармим, что получится, стреляем, собираем, в общем, просто пытаемся выжить здесь. Итак, кстати, тут же собаки есть. Давайте собакой постреляем, мне же мясо нужно, но одними сухпайками сыт не будешь, а собаки это мясо. Так, а что тут, одна дикая собака, уже кто-то пострелял, или я? Я, кстати, еще вот начал собирать всякую фигню, кусок торфа, вот это. Я не знаю, сколько все это стоит, но, наверное, тоже все имеет свою цену, так как я в последнее время увлекся прям продажами, продаю все подряд. Ну, где собака? Вот. Кто не знает, я завел себе второго персонажа, Твина, ну, только чисто для торговли. Он у него такой же логин, как у меня, только баннерщик 2. Он у меня стоит на гурмане, я не проходил никаких квестов, ничего, просто пробежался с начальной локации до гурмана. И там стою, торгую. Продаю сейчас брусниковку, там, лапки всякие от этого, от гурмана, по чуть-чуть, но продаются лапки, уходят за 20 тысяч, неплохо. просто один персонаж, мой уже основной баннерщик, он не справляется с продажами, просто охота и там продать, и то продать. Ну, а продавать где? Самое удобное продавать, конечно, на гурмане. Такой стихийный рынок, можно сказать. Но ты же не будешь постоянно на гурмане тусовать, нужно и на других локациях. И вот постоянно бегать туда-сюда не вариант, поэтому я и завел себе твина именно для торговли. А сейчас он у меня стоит и торгует на гурмане. Также я ему туда вещи отсылаю, если что продать нужно. Очень, кстати, удобно. Основным персонажем играешь, а твин торгует. Вот такие пироги. Так что, если встретите на гурмане баннерщика 2, не удивляйтесь, это я торгую. Ну, я там редко бываю, чисто зашел, посмотрел, выставил на продажу, что нужно, и ушел обратно. Пижма тут. Пижма мне нужна, соберем, почему бы нет. Так, а кто тут вообще воится, я даже не знаю. Ну, давайте пройдем, посмотрим. О, собаки. Собаки хорошо. Нужно настрелять собак, мясо нажарить. Ага, тут и пижмы полно, давайте пометим. все-таки тунгуска у меня не так хорошо исследован, как другие локации, и я не знаю, где что растет, где что бывает. вот нашел месторождение пижмы, я так думаю, она тут постоянно появляется. Отмечу, теперь буду собирать. с пижмой мне всегда пригодится и по квестам, и для обмена. Те же самые настойки, брусниковки, рябиновки, чертовки, там нужны пижмы. Так, ну что, сколько кусков мяса добыл уже? Торф. В общем, собираю все подряд, как обычно. И продолжаю изучать тунгуску. Да, кстати, пижмы тут достаточно. О, неплохо пижмы подлатаюсь. Конечно, у меня и так ее хватает, но в последний раз я обменял 6 пузырьков, у меня вся трава в основном кончилась, нужно пополнять запасы. А тут прям неплохой такой пятачок с пижмой. И недалеко от базы прибежал, собрал. Да, надо будет запомнить это место и почаще сюда наведываться. Пижмы никогда лишнее для меня, по крайней мере, не бывает. И что, идем дальше. О, собачки. Отлично. Так, а там еще одна была, убежала, походу. А, нет, вот бежишь. В обход, что ли, ходила? Э, стоять, стоять. Стоять, зараза. А, ну все, теперь не попаду в нее. Блин, вот они прыткие. Ладно, гуляй, Вася. О, пижма. Подберем. Да, тут пижма прям навалом. Суперское местечко, будем знать. Разделываем дальше. Я пока стоял, тут новая пижма выросла. Оперативно растет. Как раз мне голову дикой собаки для гурмана нужно. Насобираем. Так, ну что, я думаю, хватит мне мяса. Можно где-нибудь развести костер тут. Хотя здесь собаки могут появиться. Давайте немножко подальше уйдем. Так, сюда я запрыгну. Не, не получится. О, дикая собака. Разделаем ее. Да, давайте. А что она тут лежит? Да, как раз будет шесть кусков мяса. Я думаю, мне этого будет достаточно. А, обломайся. Нет, шесть кусков мяса. Так, здесь я, насколько знаю, должны быть отверженные и борвы. Я борвов еще не убивал после обновления. Мне все интересно, они так же убегают, как кабаны? Или нет? Ну, давайте. Может быть, встретим наконец-то. Вроде спокойно все. Никого не видно. Вон собаки бегают. А, вон отверженные. О, да тут их много. Ну что, постреляем? Да можно. Хотя, зачем они мне? С них много-то не выпадает. Так, по мелочи. Аптечка, если. Ну, хотя аптечки тоже нормально. Ну, давайте постоим здесь. Вон он. Погода опять испортилась. Да нет, особо они на меня не прыгают. Ну и фиг с ними. Да, кстати, отверженные тоже какие-то не особо стали. Если их обойти, так они не прыгают особо. Тоже забивают на тебя только так. О, кстати, вон. Боров. Так, отлично. Борову замочили. Сталкер 2Х сразу сагрил. Вот тут и паучки. Так. О, нормально. Давайте пока Борову разделаем. С одной бомбой калаша Боров убивается нормально. Давайте я его разделаю. Смотрите, сколько сталкеров. Сразу трое. Клыки. Ну, как обычно. Клыки, мясо, ноги. Но ноги и клыки по квестам нормально. Так что можно, в принципе, тут какое-то время потусовать, поразделывать. Вон, кстати, еще один Боров. Давайте его сагрим. Иди сюда. Я люблю квесты от ученых выполнять, а там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас меня заковбасит. Ох, успел. Ну, мне сталкер, конечно, помог. Тут и пауки же зловредные, большие. И Боровы. В одного тут опасно, конечно. Если бы не сталкер, меня сейчас второй бы Боров заколбасил. Клыки, ноги. Блин, нормальная штука. Они хоть сейчас и не такие дорогие, как раньше, но зато по квестам нужно всего пять от ученых. Вот я уже пять ног собрал и шесть клыков. Очень даже неплохо. Если я их не потеряю в эту ходку, я их отправлю к ученым. Итак, что, Боров больше нету тут? Да, нету. Всех постреляли. Ну что, пойдем дальше. Кстати, давайте пометим это место. Я хоть и знаю, что они тут есть. Но лучше пусть будет метко. О, пошел дождик. Сталкер тут останется, наверное. Я пойду дальше. Так, ну тут отверженные все постреляны, потому что сталкеры тут пробегали, вон прям пачками лежат. Их можно, конечно, пошломанать. А смотрите, там аномалии впереди. Да, жаркие тут. Кстати, жаркие уже начинаются. Давайте посмотрим. Я не думаю, что сталкеры, которые стреляли, тут и не прошли. Кстати, да, тут же начинается уже жарки. Можно полазить, посмотреть. Ну давайте. У меня точка сохранения на базе. Если меня что-то убьет, я там появлюсь, ничего страшного в этом не будет. все равно я пока изучаю, хожу. Почему бы и не походить, не пособирать, если что-то и будет здесь. Давайте посмотрим. посмотрим. Так, ну че. Видим, жарок полно, конечно, как обычно. Но пока ничего, пусто. Погода, конечно, еще мерзкая такая, блин. Ладно, идем дальше. Так, так, где бы тут пройти, давайте тут по краешку пробежимся. У меня, в принципе, охотник так. Ой, это кто, Боров? Боров, блин, вот мне не хватало еще в жарке. Сейчас я сдохну. Или нет, успел в жарке с Боровым схлестнуться вот прям вот не камильфо. Итак, я разделать его, наверное, там не смогу все-таки. Это занимает какое-то время, а я в жарке сдохну. Хотя, можно попробовать рискнуть? Кольнул я себя инъектором. Давайте подойдем. Да, е-мое, тут еще один. А у меня не заряжен автомат. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты где? А, ты умер? Ну, все. Сейчас меня точно убьют. Э, А, Боровы, такие же трусы. Да, е-мое, я попал прям на Боровы, я не знал, что они здесь. стоять. Фух. Да сколько можно? Сколько там еще Боровов? Еще один. давайте его тоже заколбасим. И попробуем всех разделать. потому что, блин, сколько я тут их поубивал. Йо, да тут еще паук. А вот паук опасен своим ядом. Короче, у меня патроны кончились и Боров убежал. Беги, беги отсюда. Мне хватит тех, которых я настрелял. Итак, давайте не спеша их разделаем. Только нужно антирад принять. Все-таки я встаю в аномалии. Так, ну разделаем Боров. Блин, я не знал, что именно здесь они тоже есть. Давайте пометим. Так, отлично. Идем не спеша дальше и разделываем этих мутантов. Там еще два. Один убежал, да? А вон он ходит. Блин, он на меня сагрился. Я думал, ты все. Убежал, так убежал. В общем, добил я его. Ладно. Значит, через некоторое время они прибегают опять. Неплохо, неплохо. У меня 8 клыков, 7 ног. Для квестов как раз самое то. Сало. Так, ладно, пойдем дальше. Так, еще два Борова. Кто там камни кидают? Сталкеры бегают. Ну да, сталкеры, конечно, бегают. Вон вдалеке сталкер, тоже в Марсе. Марсиан тут просто завались. Эх, ты не успел я разделать последнего Борова. Он исчез. Ну да ладно. И мы пойдем дальше. Будем надеяться что-нибудь найдем. Ой-ой, пучки. Эх, зря, 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 зря. Сейчас меня убьет аномалия. Хотел разделать паучка, но я думаю, надо подождать, когда она успокоится. Тогда будет попроще. давайте так и сделаем. Эти же аномалии не так страшны, когда они неактивны. Ну давайте постоим, подождем, зарядим автомат. Ну что, не хочет она исчезать? Ну да ладно. Фиг с ней. О, пень. В ней ничего нет. Печально. А вот кто-то паука убил и не разделал. Скорее всего какой-нибудь марсианин, который пробегал здесь, искал артефакты. Итак, а, лапы нету, печально. Я хотел лапу добыть. Да ладно. Ну что, идем дальше. Так, что у нас тут? Аномалии, аномалии, аномалии. В общем, идем, ищем, смотрим. Хотя тут сталкер пробегал, я видел вдалеке. Так что, если что-то тут и было, он собрал уже, наверное. Да, по-любому. Ну да ладно, я просто хожу, изучаю пока местность. Вот узнал, что Боровы еще чуть дальше есть, чем в том месте, где я думал они есть. нужно быть аккуратным. Конечно, хотелось бы тут пока я шарюсь, найти пару артефактов. Было бы неплохо, но это не самоцель. Найдем так найдем, нет так, ну и нет. Ох ты, ух ты, ух ты, у меня прям радиации-то много забыл, я что нужно все-таки иногда колоть себя радиацией, антирадом вернее, радиацией колоть. Блин, вот я сказану, тут и так ее дофига, ты еще будешь ей колодться. И так, ой-ой-ой, прям пожарки бегу, ну, нифига не видно, темно, и сейчас я чувствую сдохну, надо приостановиться немножко. Да, о, за мной отверженный бежит. Ну что ж ты, дружок-то? Так, ну давайте вот на это поле сходим, поле это хорошее, я знаю, я тут еще ходил, когда бывал, забегал, какие-то квесты выполнял. Тут прям нормально было артов, но я не один, конечно, на это место, скорее всего, тут уже кто-то побывал. Да тут каждую минуту кто-то бегает. Так, у меня опять облучение, да е-мое, конечно, я хожу прям по самым аномалиям. Вон он там, марсианин бегает, видите, на холме. По-любому дофига артефактов насобирал. Ну а что, они с утра до ветера тут бегают? В марсе, конечно, кто же спорит, неплохо. Это не то, что мой охотник, он хоть и защищает, но не настолько уж круто. Все, в итоге я сдох. Ну, этого следовало ждать. Возвращаемся на базу. в общем, я на базе. Ну, давайте скинем то, что я нашел, то, что я добыл. Лапа КП, по квестам мне нужно 15. Вот, а я уже собрал 12. Так, почути, соберу. Ноги Борову, смотрите, 10 штук, это уже два раза квест выполнить. И КЛЫКИ Борову 12. Это тоже два раза квест выполнить. То есть, мы можем с спокойной совестью отправить посылку для ученого-кладовщика. И когда буду там, выполню квест. Ноги и КЛЫКИ Борову. Отправляем. Нормально. Пижмы 18 штук. Неплохо. Торф. Ну, собираю все подряд. Все, что нахожу, все собираю. Так, ну, а сейчас я возьму пару костров и пойду пожарю себе мясо про запас. Даже три костра возьму. Ну, а с вами, остатки, попрощаюсь. Увидимся еще в аномальной зоне. Всем до встречи. Всем пока.